И вкусно, и полезно. Кислородный коктейль – самая любимая терапия для Ксении. В санатории его дают каждый день. Он укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина. Такой приятный вкус. В конце там есть чуть-чуть сока. Очень вкусно. Ксения проходит все процедуры вместе с бабушкой. В мечту они приезжают второй год подряд. В санатории есть специальное отделение «Взрослый и ребенок», где родители проходят оздоровительный курс вместе со своими чадами. Санаторий рассчитан на 350 мест и принимает детей от 3 до 14 лет круглый год. Относится с добродушием, с любовью. Мне очень здесь нравится. И я каждый год буду приезжать сюда. И всем советую, что все приезжали. Бабушки со своими внучками и сами укрепляли иммунитет, и ребенка укрепляли. Особая гордость санатория – лечебный бассейн. Вода в нем минеральная и собственные скважины. В ней много солей и железа. Такая вода полезна не только своими лечебными свойствами. Здесь намного легче плавать, чем в обычной, например, в речке плавать. Ну, можно сказать, как в море практически. Некоторые научились здесь у нас плавать. Много таких примеров. Все занятия здесь двигаемся, да. Поэтому выполняются упражнения и для конечностей, и для верхней, и для нижней. Для укрепления мышц спины, мышцного пресса. То есть есть вот этот комплекс направлен на укрепление, опорно-двигательный аппарат, и мы здесь делаем. Соляная шахта, лечебные грязи, гидромассаж. Маленькие пациенты с заболеваниями дыхательной, нервной, костно-мышечной системы и органов кровообращения получают широкий спектр лечебных процедур на самом современном оборудовании. Родители везут своих чад в санаторий со всей области. Дети оздоравливаются бесплатно за счет средств регионального бюджета. Санаторий «Мечта» в этом году празднует свой 30-летний юбилей. За этот период, немалый период, более 100 тысяч детей прошли лечение в этом санатории. Количество коек, коечный фонд санаторий увеличился в три раза от 115 до 350. И оказывается, помощь детям практически со всеми зоологическими формами заболеваний. Заболевания все, естественно, период ремиссии. Ну, в общем-то, даже если не обязательно, чтобы какие-то были выражены заболевания, наша цель такая, чтобы не доводить до этого ребенка, чтобы он, чтобы заболевания в начальных периодах, еще в начальных стадиях, когда ребенок, чтобы получил лечение, столько, сколько нужно, и чтобы он в дальнейшем вырос полноценным человеком, гражданином нашей Родины. Детей направляют в санаторий исключительно по рекомендациям врачей. В прошлом году в мечте пролечилось свыше 4 тысяч человек. Татьяна Федорова, Максим Лесников, Липецкое время, Добровский район.